Так, всем привет, с вами RKBEC, и сегодня мы будем работать с файлами XML. Мы будем писать в валидатор XML документа с помощью двух методов. Первый метод будет с помощью файла DTT, и второй с помощью файла XSD. Для реализации этой задумки нам понадобится программа IntelJ IDEA, так как в ней присутствует встроенная функция для проверки документа на основе подключенного DTT или XSD файла. И также самое главное, нам понадобится отличное настроение, если оно устроится, то давайте начнём. Закроем этот файл, то есть я закрою, и давайте создадим новый проект. Так, сделаем далее, ещё раз, и давайте назовём его WorkingWithXML. Подождём пока проект загрузится, видим, что она загрузилась, теперь в самом корне созадим два файла. Первый это будет сам XML файл, тема у нас будет shop.xml. Так, и также зададим второй файл, это у нас будет shop.dtd. Видим то, что у нас файлы создались, теперь берём DTT файл. Давайте зададим правила, правила для нашего XML файла. Сперва созадим, напишем элемент, то есть так у нас задаются сами объекты, то есть сами элементы этого XML документа. У нас корневым элемент будет shop, напишем shop. У него у нас будет name, давайте description добавим, описание. Так, будет у него address, так, адрес, так же у него будет отделы, то есть это partners. И, пожалуй, хватит. Так, для примера. IntelJ накрасил name, вот эти описания, красный цвет, так как он не знает, что это за объекты name. Давайте напишем, что это, или что это такое. Так, элемент name. Это у нас обычное строковое значение, и строковое значение объявляется с помощью PCData. Видим то, что у нас name стал нормальным, так же сделаем и для description. Так, элемент. Description. Это тоже у нас обычное строковое значение. Так. Address. Давайте адрес сделаем немножко посложнее. У него у нас будет элемент city и элемент street. И сразу же объявим, что это такое city и street. City у нас будет обычное строковое значение. Так, и сразу продублируем. Street. Так. И у нас осталось departments. 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 Это, получается, отделы будут создать из других отделов. С этого напишем department. И сразу сделаем, объявим, что такое department. Департмент. У него будет department name. И product. То есть продукты. Так. И сразу объявим. Департмент name. Department name. У нас будет просто обычное строковое значение. То есть pc.data. Так. И у нас осталось products. Products. Буду сказать is product name. Is product. Да. Is product. И давайте. А. Давайте берем. Так. Product. Продакт будет состоять из. Product name. Product name. Также у него будет. Import date. То есть. Data import. Expiration date. То есть. Data кончения срока годности. Также у него будет. Price. И, пожалуй, это все. Также объявим. Укажем, что такое все вот эти элементы. Так. Product name. У нас. Обычное строковое значение. И то же самое с элемент, с import date, expiration date и price. Так, давайте выделим так. Так. Import date. Так. Это у нас expiration date. И у нас осталось price. Price. Вроде бы все. И давайте также добавим, для примера, атрибут для элемента product. Пусть у продуктов будет слой ID. Атрибут у нас создаются с помощью atList. Название элемента у нас мы добавим это к продукту. Вот. И название будет ID. А, значение тоже будет ID. И это будет неким обязательным значением. Required. Так, давайте теперь. Все это ставим. Утф войсим. Так. Корневое. А, давайте объявим. То есть соединим его с элементом cttd документа. Cttd файлом. Так. Докстай. Корневой элемент у нас shop. System. И. Название файла у нас shop.dtd. Так. Мы объявили. Теперь. Давайте напишем shop. Intel.g сразу показывает подсказки. То, что у нас есть name. Так. Давайте напишем frunze. Так. То есть Intel.g он делает сразу проверку. И показывает, что shop у нас прописан не до конца. То, что у него должен быть description, address и departments. Так. Так. Vision description. Ну, сюда. Порпору. Так. Адрес, вот пешки и аспект Моноса Так, и у нас осталось Департментс, 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 он же Сейтнадс из Департментов, то есть отдела, так, Департмент, ну, не должен быть Департмент, давайте это будет Молочный отдел. И у него, то есть продукт этого отдела, так, Продакт, создадим Продакт, если нажмем на подсказку, то он сразу у нас сделал, объявил все вот эти элементы, так, ID укажем 1, так, Продакт, Нейм, ну, давайте это будет, Биомакс, Так, импорт, это будет, давай, сегодняшний день, 12, точка, 2017, так, expiration date, будет 20, так, 20, 2017, так, и прайс, прайс у него будет, пускай, 75, сумасы, Сискать, таб, атрибуте валуу окипе одинасти и айнэйм, так и так и и и и и и Тут у нас подчеркивает то, что id это неправильное, из-за этого мы сделаем pr1, это, наверное, некая особенность СМЛ то, что он не принимает просто простые числа, это будет домик в деревне Давайте оставим простые, то есть это числа для примера Так, и он также ругается за то, что мы сделали два products Давайте сделаем так, чтобы он принимал более одного product и напишем плюс Плюс означает то, что их может быть либо один, либо много Видим то, что я уже происчезла Так, давайте добавим еще один отдел Ну, просто скопируем Пусть это будет не молочный, а мяснователь Так, он мне кажется, что у нас id стали похожими То есть, когда мы пишем здесь id, то он делает их уникальными Так, давайте вот pr3 и pr4 И здесь, например, pointboss и reform Так А также у нас, так же сделаем id department Тоже поставим плюсик И, как мы видим, уже нет ни одной ошибки И на этом ddd у нас окончен Теперь давайте сделаем то же самое и с xsd файлом Так, также создаем Файл То есть, назовем shop2.xml И файл для валидации Это был shop2.xsd Особенность xsd файл в том, что мы пишем на самом то есть, мы пишем валидацию на самом языке xml Так tf8 Потом Потом пишем уже xsd схема xmlns После этого еще раз xsd И выбираем второе Так и после этого xsd пишем xsd no namespace схема location Здесь скажем xsd И после этого для каждого для каждого элемента будем писать xsd и потом название так Самым каждым элементом у нас будет объект shop xsd xsd Внутри он то есть этот будет элемент сложного типа из этого убираем complex type а если он простой то simple type Убираем complex type Внутри него будет последовательность элементов из этого убираем xsd и начинаем писать элементы так первый элемент у нас будет name а type он будет обычный string так у него будет еще элемент description так у него будет также string у него будет еще элемент address так у него будет address показываем также и потом дадим определение тому элементу так у него будет элемент departments и так также будет partners теперь в корне элементов в корневом элементе начнем создавать вот эти неизвестные объекты так во-первых это будет тип тип адрес так name это будет адрес так же будет последовательность элементов первым элементом ну первым элементом внутри адрес это будет city так будет обычный string так и у нас второй элемент это будет street так также будет string так на этом все и теперь делаем то же самое с типом departments так он у нас complex ну complex type departments тоже сек последовательность элементов будет так там у нас будет один элемент department department type тоже будет будет department определим что такое department там подставим name department тоже подсаживать элементов это это у нас department name department name это будет у нас type обычный string также также department у нас может быть больше чем один из этого max ok сделаем unbound так все означает максимальное количество это неопринячно department name и еще один элемент products ну а products так тоже будет products и так определим что такое product так тоже будет последовательность элементов элемент будет product product и также так у нас будет product и так у нас и macsacuse тоже unbounded так поделим что такое product и так product sequence и product будет стоять из элементов name product name product name type будет стрелить обычная обычная строка у него также будет import date type xsd date так также у него будет элемент expiration date type dot date и также давайте добавим price name это будет price и type будет decimal то есть дробное число и также к продакту добавим то есть атрибут пишется атрибут потом set name и type у нас тоже будет ssd и id ну вроде бы все давайте скопируем все что было здесь спасибо вручную пропишем xml и после этого скопируем все эти данные то есть если мы вставим то ошибок здесь быть не должно а нет мы еще не подключили а xmlms xsd равно схема instance тут мы выбираем instance и после этого xsd и напишем node name space схема location так name space схема location так это у нас будет shop2.xsd директор так мы подключили теперь у нас входит в ошибки, так, invite date, snap your value for date, так как мы сделали type date, мне кажется, что у xml date не такой, из-за этого давайте сделаем обычный стрим, все, вроде ошибки нет, так, здесь ругается то, что мы не указали, то есть там нет такого другого числа, и так же и здесь, ну что же, все, мы видим то, что ошибок уже нет, и все, на этом мы написали два валидатора, первый у нас был с помощью метода dtd и второй с помощью xsd файла, ну dtf файл сейчас в данное время уже почти не используется, но для информации мы тоже должны знать об этом, то что он существует, и на этом все.